привет друзья это канал опыт чудака меня зовут кузнецов сергей и я продолжаю показывать вам как в прошлом году строили вот эту пристройку к этому деревянному дому пристройка у нас каркасная дом у нас деревянные из бревен мы строим до сих пор сейчас конец мая 2018 года а я показываю события годовой давности май 2017 поехали смотрим до конца 3 июня лето в разгаре жара градуса 4 наверное тепла соседи запасаются дровами ну а я запасся уэсби и продолжаю стройку по избе 12 миллиметров 21 лист и еще пять листов 9 миллиметров а по избе почему так сейчас поясню в магазине была объявлена акция доставка по городу бесплатно при заказе от восьми тысяч рублей мой заказ я посчитал так как ли стоит стоил в этом объедине 699 рублей 12 миллиметровый мне надо было 26 листов что-то 18 там с небольшим я взял эти деньги поехал в магазин а магазин находится недалеко от дачи прямо здесь у нас то есть до города принципе даже ну практически ну куда-то в город вести дальше чем до сюда тем более без пробок приехал оказалось нет до дачи надо платить доставку мне пришлось на чем-то сэкономить я купил пять листов уэсби девятки думаю может на втором этаже день приложу первый этаж и перекрытие между первым и вторым этажом 12 миллиметров будет обязательно и брус соединен со стенами будет тоже 12 миллиметровым уэсби ну а девятку там где-нибудь около крыши где-нибудь использовать либо посмотрю может на пол на первом этаже не за общу посмотрим в общем экономил на доставку таким образом думаю ничего страшного конечно так заметно ночью девятка 12 отличается 12 намного крепче уже девятка и по весу намного меньше и прогибается в общем антицептирую пол и укладываю избе сейчас еще пока думаю таким образом уложить или горизонтально по расходу будем смотреть потому что если вот так вот класть то здесь вот такое получается зазор здесь надо его чем-то перекрывать так не хочется обрезками не устаю крышу показывать свое наверное сегодня уже буду пол закрою и наверное начну уже разбирать крышу хотя бы вот этот лист вот эти листы хотя бы сниму и наверное сегодня поставлю уже одну стенку вот здесь придется что-то с отливом делать все равно как-то разрезать вот здесь не хочется потому что непонятно куда вода будет это поливаться ну здесь пока оставлю тем более погода неустойчивая дождь постоянно идет не хочется чтобы цвета поддом текло все думал правильно что я делаю что мажу и сразу же приколачиваю насколько хорошо высыхает у меня приколоченная доска вместе соприкосновения на ночь вчера намазал и здесь вот и здесь и листы избе положил но не приколачивал посмотреть думаю не будет ли преть наоборот нет в принципе конечно медленнее высыхает тут видно между по цвету тут на улице было здесь водой избежкой медленнее высыхает но уже практически сухо тоже высыхает нормально потому что мазать без проблем можно ну вот часок работы еще не везде закрепил набил но избе вдоль тут поперек положил д и вот там поперек лючок такой себе выпилил здесь чтобы пока лазить ну и вот до стены не дошло в избе это будем потом доделывать пока не к спеху но план минимум на сегодня сделал высвы положил тут начал было металл отдирать потом что-то подумал зачем это сейчас сделать в принципе выстроюсь так вот вырезал здесь здесь вообще прямо на металл прибил 10 болгар очка отрежу а тут прямо в металл набита пускай там куски металла остаются принципе я не думаю что это будет какая-то проблема даже вот сюда наверное пока что может быть даже набью обратно листы железа потому что пока сколько тут еще месяц пройдет пока я крышу здесь делаю вот и все это время будет дошлить особенно вот вода отлив тут у меня слива сейчас снимать вся вода будет сюда лишние подумал и решил пока металл не снимать вот стенка стоит временно еще наверно потом укосину врежу сюда вот такая хорошая укосина получится так то вроде не шатается на что косин сделаю погода скверная то тепло то холодно в основном холодно работать тяжеловато в такую погоду вот в шубе хожу в июне домик потихонечку строится очередной рабочий день на моей стройке закончен может быть не так много в целом но кое-чего сделал вот поставил стеночку и начали уборку внутри внутри комнаты буду тут подсыпать песочком вынесли просто я не знаю кучу просто мусора строительного отсюда стружек опилок и прочих хрени короче хочу положить пока здесь в избе чтобы туда не сыпалась больше это начали уборку да вот еще и опилки здесь на палубку кстати вот где углы заливал это палубку только сегодня сдергиваю он там и палубка в краске было это на запчасти от опалубки такой объем работы по избе ну к вечеру погода подразгулялась после трудового дня после труда дня жарим шашлычок как всегда сейчас расскажу шашлык я сам зачастую делаю расскажу каком маринаде делаю пойдем в костру так что там радио мне тихо сделали жена шашлычок в общем как я делаю просто мясо ну там по вкусу да по цене кому шея кому там бедро кому лопатка окорок просто нарезаем мясо просто его чуть-чуть подсалываем я немного солю это по вкусу приправы побольше стандартные приправы из пакетиков приправы для шашлыка и лук и все никакого маринада можно поставить под гнет вот насчет маринада что отсутствие его делаем шашлык по три раза в неделю летом надоедает страшно он к концу сезона маринады разные используем и отсутствующий маринад это не отсутствующий маринад это отдельный маринад очень вкусно единственное что немножко подольше выдержать если в маринаде можно мариновать ну часа четыре пять ну там я не знаю день день то без маринада ну день минимум а то дня два в холоде выдержать мясо я не являюсь конечно же профессиональным строителем почему смотришь так больше я даже наверное показываю какие то ошибки какие то косяки я не строю капитальный дом в котором я не знаю собираюсь прожить там сто лет и чтобы внукам там осталось я строю дачный дом хочу сделать чтобы он выглядел прилично современно круглый год жить мы не собираемся в нем хотя зимой иногда приезжаем я понимаю что это дополнительная сложность когда дом стоит постоянно натопленный зимой это одно другое дело когда его приходится иногда обогревать ну вот я экспериментирую строю смотрю как это делается изучаю технологию и делюсь с вами полученной информацией полученным опытом канал называется опыт чудака именно я экспериментирую получаю опыт ошибки какие-то на моем пути встречаются изначально я вообще планировал очень простую пристройку сделать но потом подразогнался в итоге и крышу решил с вен зазором сделать нормально металлочерепицей покрыть я имею ввиду и над пристройкой вен зазор сделать и над домом сейчас его нет и в доме очень жарко летом металл прямо на доске посажен все этапы я покажу все расскажу меня зовут Кузнецов Сергей это канал опыт чудака до встречи друзья в следующих роликах до встречи